Виктория Галилова 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 Ну конечно же сделать можно Немножечко воздушней Тоже как бы зависит Как вам нравится И так же еще Цветочек может Прятаться в штуках Внутри коробки Которую можем закрыть крышечкой Или же keeping его Поверх коробочки И просто Крышечка прилагается А само цветок Насколько уютно Когда он прижат Или когда он более Расслаблен более я расслаблю. Все-таки он дышит, ему легче. А как потом ухаживать за этим коробком? Каждые два дня обязательно брать водичку и между цветочками все это подливать. Мы вот сделали такую красивую коробочку. То есть, чтобы сделать такой красивый подарок, нам необходимо всего пару минут. Пару минут. Она очень легко собирается, эта коробочка, и я хочу как бы в честь 8 марта для программы Новый день презентовать от студии декора и флористики эту маленькую красивую коробочку. Как приятно получать подарочки. Пожалуйста. И Кось, хотела бы у тебя еще пару вопросов по поводу составления таких вот композиций. Какая цветовая гамма должна быть? И как ухаживать вообще за цветами? Как их выбирать, чтобы они долго простояли? Ну, в этом году, кстати, очень модные цвета по флористике. Нежно-розовые и нежно-кремовые цвета. Поэтому, как бы, тенденции такие, что что-то очень нежненькое. Что-то такое вот персиковое, нежно-лимонное, нежно-розовое. Но где-то должна быть какая-то изюминка. То есть, добавить какого-то более сочного цвета, чтобы, как бы, коробочка, даже сама композиция, она не сливалась. А вот по поводу того, как выбирать цветы? Как выбирать цветы? Это уже на усмотрение любого. То есть, как бы, то, что хочет. Любые цветы в коробочке, они сочетаются. Даже хризантема с гвоздикой, даже какая-то роза. Вот я здесь даже добавила, как вы видите, в этой коробочке, орнитогал. Он смотрится здесь вот особенно интересно. А никаких нет запретов, что вот один цветок нельзя совмещать с другим, что обязательно завянет? Как говорят, вот есть хризантема, она очень плохо стоит с розой. Это неправда. Если же правильно ухаживать каждый раз, то все, в принципе, будет в порядке. А вот как ухаживать, кроме того, что поливать? Возможно, нужно что-то еще добавлять? Какая-то подпиточка особая? Нет, ничего не нужно. Единственное, что цветы не любят теплоты. То есть, да, надо быть прохлада, подальше от отопительных приборов или же от солнечных лучей. То есть, на окошко не нужно ставить такие красивые короба, где-то на комодик, возле кроватки, где-то красиво на какой-нибудь столике журнальном. Спасибо тебе, Викусь. Надеюсь, что это наша не последняя встреча, потому что с тобой всегда интересно. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Флористы Букетики постоянно радуют нас такой уже весенней красотой. Я знаю, что сегодня у нас в гостях была флориста Виктория Халилова. Субтитры делал DimaTorzok